Погода также внесла свои коррективы в жизнь животных. Обитатели Новосибирского зоопарка, в том числе медведи, не могут впасть в спячку из-за аномалии. Сегодня двух осиротевших медвежат из Болотнинского района отправляют в Центр реабилитации в Ленинградскую область. Перед рейсом с малышами познакомился Станислав Блинов. Здравствуй, 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 здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Медведицу так и не нашли. Возраст малышей меньше года. Все лето они жили поблизости от автомобильной трассы, питались чем попало и привыкли к людям. За недолгое время жизни и общения с людьми медвежонок уже успел превратиться практически в полностью ручного. С удовольствием общается со своими гостями и буквально ест рук. Особенно любит виноград. Но милый, безобидный и ручной, на первый взгляд, медведь остается диким зверем. Волонтеры показывают руки в глубоких царапинах. Даже через решетку он чувствительно прихватывает неосторожные пальцы клыками. И встреча с ним в лесу может быть смертельно опасна. Чтобы не случилась трагедия, малышей забрали зоозащитники, разместили в более-менее подходящих помещениях и сразу же связались с региональным министерством природы. Хотелось бы, конечно, обратиться к гражданам, когда они видят медвежат или вообще диких животных, максимально быстро проинформировать нас и желательно не начинать прикармливать этих животных. Эти медвежата, они бы пришли сейчас в населенный пункт. Они бы искали дачи, дома, где-то можно было укрыться. Они бы все равно искали пищу. А пищи требуется немало. Каждый день покупают продуктов примерно на 4000 рублей. Волонтеры рассказывают, за месяц жизни в вольере медвежонок вырос чуть ли не в два раза. Клетка становится тесновата. Медведь примерно съедает ящик яблок, несколько тыкв, кабачков и плюс мясо. Но мясо тоже нужно прилично. Это прям ежедневный его рацион. Поэтому девочкам приходилось каждый день приезжать, убираться в вольере и каждый раз кормить. К сегодняшнему дню зверята чувствуют себя хорошо. Прошли карантин, ветеринарное обследование и готовы к путешествию в российский центр реабилитации диких животных «Велес» в Ленинградской области. Там, если получится, специалисты постараются вернуть медвежат в естественные условия. В карельских лесах, подальше от людей. Станислав Ленов, Александр Миняева, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok